А теперь в Северную Корею. Там сегодня чествуют самое грозное оружие. Это не папа и не мама всех бомб, это местная армия. В День армии в КНДР масштабные артиллерийские стрельбы в районе портового города Вонсан. И за ними лично следит Ким Чен Ын. Впрочем, на этом праздничная программа может и не закончиться. Пентагон и южнокорейские соседи опять волнуются, что Пхеньян отпразднует важную дату новыми ракетными или ядерными испытаниями. США призывает КНДР воздержаться от провокации. Ну вот чего боятся американцы и что же такого особенного в корейской армии? Ее подноготно изучила моя коллега Наталья Гончарова. Она присоединяется к нам в студии. Наташа, приветствую. Ну вот американцы, похоже, правда испугались. Сенат в полном составе собрался в Белом доме, чтобы обсудить Северную Корею. Так почему же армия этой страны такая устрашающая? Потому что такая многочисленная, потому что патриотизм у них железный. Или в чем проблема? Да, Маша, я тебя приветствую. Ну, конечно, во-первых, и патриотизм, можно сказать, зашкаливает. Ну и условия, если быть честным, в армии в Северной Корее строгие, если даже не сказать, что спартанские. Представляешь, что там даже у военных, у рядовых военных сотовых телефонов нет. На самом деле, деталей таких много. Сейчас обо всем расскажу тебе подробно. Неожиданно, но в день армии обошлись без гуляний на широкую ногу. Скромно, видимо, еще осталось послевкусие от парада 15 апреля. Из самого яркого это артиллерийские стрельбы. Ну и в завершении концерт с салютом на главной площади. Вот, собственно говоря, по крайней мере, известная вся нам информация. Впрочем, возможно, руководство страны припасло какой-то сюрприз, о котором мы с вами еще не знаем. Ну, армия КНДР едва ли не главная гордость для любого местного жителя. Северная Корея обладает четвертой по численности армии мира. Количество солдат и офицеров достигает 1 миллиона и 200 тысяч человек. При этом в резервах насчитывают до 4 миллионов. Правда, несмотря на такой масштаб, эксперты уверяют, по мощности армия КНДР все-таки уступает своему соседу Южной Корее. Кроме северокорейской армии надо учитывать южнокорейскую. Северокорейская армия, конечно, занимает четвертое место в мире по численности. Вот только южнокорейская армия занимает шестое. Южнокорейский бюджет военный примерно в 25 раз больше северокорейского. Что, в частности, отражает насыщенность южнокорейской армии хай-теком и современной техникой. Возможно, армия КНДР не может похвастаться самой передовой техникой, но вот духа у бойцов хоть отбавляет. Все из-за патриотического воспитания. Призыв обязателен найти лазейку и избежать его задачи не из простых. Причем отдают долг, что называется, сполна. 10 лет срок для мужчин и 7 лет для прекрасных дам. И, кстати, призывать начали по распоряжению Ким Чен Ына с 2005 года. Но если тебе от 17 до 20, будь добра отдать долг государству. Интересная деталь. Тех девушек, которые не отслужили свое, в вузы попросту не берут. Возможно, поэтому сами корейцы чуть ли не в очереди выстраиваются. Ведь там и кормят, и обувают, и одевают. Оказаться в армии для них очень престижно. Впрочем, есть и те, кому туда дорога закрыта. Это люди с неугодным властям социальным происхождением. Раньше таких было много. Сейчас критерии не такие строгие. Но 5-10% самых подозрительных, у которых, например, дедушка был помещиком, ну или дворянином, армии не нужны. Из-за этого у человека может возникнуть масса проблем. Ведь надеть военную форму и значок армии на грудь – знак почета. Кстати, армию власти используют не только ради устрашения, но и для уборки. Вот, пожалуйста, группа солдат работает в поле. Это на самом деле редкие кадры, ведь детали службы в армии обычно не раскрывают. Возможно, именно из-за такого упорства и труда армию Северной Кореи боятся и предпочитают с ней не связываться. Вот и сейчас, в День народной армии, Белый дом собрал Сенат США в полном составе, чтобы обсудить ситуацию в КНДР. Впрочем, некоторые эксперты уверены, Трамп может использовать конфликт с КНДР в своих целях. Это буза вокруг Северной Кореи – это отличный механизм движения, а может быть, даже подавления антитрамповских выступлений. По сути говоря, сплочения наций вокруг администрации Трампа. Вот при этом я бы даже сказал, что вот это обострение вокруг Северной Кореи дает администрации Трампа в некотором смысле провести авторизацию режима непосредственно в Соединенных Штатах Америки. И потихонечку это происходит. По крайней мере, Трамп уже все больше расширяет права военных. Американцы решили подстраховаться Южной Кореи и США сейчас обсуждают возможность совместных учений после прибытия американского авианосца Карла Винсона к берегам Корейского полуострова. Страны хотят оценить угрозы со стороны Северной Кореи. Ну что ж, Маша, разобрали детально, собственно говоря, что же представляет из себя армия КНДР, ну и чем она так интересна американцам. Спасибо, их много, и они железные. Кстати, ты начинала с мобильных телефонов до недавнего времени даже у обычных жителей. Мобильные телефоны были под запретом, непозволительной роскошью. Моя коллега Наталья Гончарова рассказала о том, почему армия КНДР привлекает внимание всего мира, и в частности США.